Покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова Христос произносит в числе своих первых в общественном служении, когда Он пришел проповедовать людям спасение. И за ним пошли, прежде всего, простые люди, неученые, незнатные, рыбаки. Но вокруг Христа собиралось такое большое количество людей, что даже фарисеи и книжники, люди знатные, удивлялись с ревностью, кто это, что это за новый пророк. И вот когда Иисус Христос подходил к древнему городу Иерихону, а в Иерихоне жили, как правило, священники и люди зажиточные, в числе тех были и мытари, в том числе и один из начальников мытарей, как бы мы сказали сейчас, начальник налоговой инспекции, который собирал дани, подати, причем собирал он для римлян, не забывая и о своей выгоде. И, как правило, мытари, которые собирали средства со своих для римлян, считались не просто людьми отверженными, а даже нечистыми. И по древнему закону еврейскому к мытарям было очень скверное отношение. В присутствии даже не молились с ним. А если он заходил и в синагогу, то старались даже не прикасаться и не общаться с этим человеком. И вот некий человек, начальник мытарей, Закхей, увидел такую огромную толпу, которая идет за Иисусом. Он слышал о нем столько интересных впечатлений, столько людей о нем рассказывают, что и он решил посмотреть на него. Он взбирается впереди толпы, забегая на дерево, и оттуда хочет увидеть проходящего Иисуса. И вдруг слышит, Закхей, слезь, днесь, то есть сегодня, надо быть мне в доме твоем. Давайте обратим внимание, что Христос никогда не был в Иерихоне, но Закхея знает по имени. Христос каждого из нас знает не только по имени, по жизни, но и по сердцу, и даже по мыслям. Вот почему, когда мы думаем, что Христос нас не знает или не видит, мы ошибаемся. И вот когда он назвал по имени Закхей, мало того, что я знаю тебя, я зайду к тебе сегодня домой, я буду у тебя в доме. Для Христа приготовили место, чтобы он остановился там, приготовили ему обед, и думали, что он зайдет к одному из знатных людей, ибо он претендовал на звание Мессии. Но Христос заходит к человеку презренному, отверженному, грешному, и люди сомневались, а Мессия ли он, что он заходит к такому человеку. Если бы он был Мессия, он бы знал, к какому грешнику заходит. Но Христос пришел, как он скажет, взыскать и спасти погибшие. И заходит в дом Закхея, тот хлопочет, накрывает, пытается угостить, и он в этой радости восклицает пред Господом, «Господи, все пол имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверицую, в четверо больше отдам». И люди, которые собрались, смотрят на Христа, что он-то скажет. А Христос как раз и говорит эти слова, что ныне пришло спасение дому сему. Вы слышите, через намерение исправить свою жизнь приходит спасение не только человеку, но и всем родным и близким, всем тем, кто живет под кровом этого дома, приходит спасение. Ибо и он, сын Авраама, конечно, он не по плоти Авраамов сын. Сын Авраама – это последователи истинной веры в Бога, который сотворил небо и землю. И вот Христос заходит к человеку грешному, чтобы напомнить всем окружающим его, что у него никто не забыт и ничто не забыто. Он приходит спасти погибающего. И называет его, что он тоже духовный сын Авраама. Не следует к нему так с презрением относиться, даже если он в ваших глазах враг. И Христос примеряет его с собой. И вот удивительное свойство Христа в том, что он своей любовью, своим милосердием имел возможность растопить самые жесткие сердца. Ведь можно поступить было по закону, жестко, твердо, непреклонно. Но Христос поступает по любви, потому что Он и есть любовь. И если ты не любишь, то ты не познал Бога, сказанного в Евангелии, потому что Бог есть любовь. А любовь не забывает никого из тех, кто истинно желает спастись. И вот как Закей только возымел желание увидеть Господа, как Господь спасает его весь дом и его. И называет его сыном Авраама. Он усыновляет его. И ты духовный наследник Авраама, праотца всех праведных. Представляете, какая радость. И, конечно, он воскликнул с этим удивительным чувством, что я теперь переменю свою жизнь. То есть я раньше обкрадывал, да, я присваивал себе. Я знаю, что я многих обманул. Вот теперь, у кого обманул, я не только отдам. Я больше отдам. В четыре раза больше отдам, чем обманывал. И то, что построил, то, что у меня так много всего, я пол имения своего раздам тем, у кого ничего нет, нищим. Чему учит нас с вами, дорогие братья и сестры, это удивительное событие, которое сегодня мы с вами слышали за Божественной Литургией. Мы должны для себя, всегда слушая Евангелие, извлекать полезные уроки. Итак, первое. Христос знает каждого человека по делам, по мыслям и даже по именам. Второе. Мы должны, уподабливаясь нашему Спасителю, Мессии, Христу, не видеть в людях грешников, мы должны каждому человеку стараться помочь. Это мучит нас Христос. Ну и, конечно, сам Закхей сегодня преподает нам очень важный урок. Он преподает нам урок смирения. Он не гордится, он не тщеславится, как фарисеи. Он не встречает его на пути в Эрихон, идущего Христа. Кто это за новый проповедник? Я и так все знаю. Я в курсе всех новостей. У меня хорошая работа, у меня хорошая зарплата. Кто это идет, разрушает покой местных жителей? Он смиренно желает встретиться с Господом. Вот для того, чтобы поверить во Христа, нужно пожелать увидеть Его. А как можно увидеть Господа? Закхею понадобилось влезть на дерево. Нам ли влезать на дерево, чтобы увидеть Христа? Нет. Нам достаточно очистить свое сердце. Потому что Сам Христос сказал, блаженные чистые сердцем, якоти и Бога узрят. Вот почему Господь и дает нам это удивительное наставление. Покайтесь. То есть очиститесь. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. И старайтесь помогать другим. Не заботясь только о себе самом. Помните, что вокруг вас много людей, которые нуждаются в вашей помощи, поддержке и добром слове. Вот так, как поступил Христос с Закхеем. Закхей научил нас смиряться, искать Господа. Взыщите Бога, и жива будет душа ваша. То есть поиск веры, поиск Бога – это естественный процесс для каждого живого человека. Наоборот, удаление от Него. Мне не нужен Бог, у меня все хорошо. Это страшное состояние погибели. От Него будем убегать. И никогда не будем думать, что мы и так уже знаем, Евангелие прочитали. Ну что, все притчи нам уже известны. Читайте, просвещайтесь, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И читая Евангелие, посещая воскресное богослужение и праздничное, а тем более участвуя в таинствах церкви, мы приближаемся к Богу. И Бог приближается к нам. И еще очень важный урок, который преподает нам Закхей. Это перемена нашей жизни. Мы не должны быть такими, какими мы были до обращения к вере. Вот были такие, вот какие есть. Вот я такой, какой есть. Принимайте меня такая или такой. А еще многие заблуждающиеся говорят, люби себя. Есть психологи, которые говорят, ты люби себя. Живи для себя. Проживи свою жизнь на яркой стороне. А Христос учит нас другому. А Закхей подтверждает его учение. Господи, дай мне увидеть мои прегрешения. Дай мне увидеть себя грешным, Господи. Не себя лучшим и для себя прожить. А еще что-то для других успеть сделать. И вот этот урок милосердия. Урок щедрого раздаяния. Ведь с собой ничего не унесем. Как сказал Закхей, я пол моего имения раздам нищим. И если кого чем обидел, возвращу четверицу. Давайте потихонечку начинать раздавать. Вот сколько у нас разной одежды. Сколько разной обуви. Разве мы все это можем поносить? Мне рассказала одна женщина, которая приходит, открывает шкаф. А там столько одежды, юбки, платья, пальто, шубы. И говорит, ну вот, а одеть-то нечего. Вот такое состояние, что же одеть-то сегодня? А может быть, уже пришла пора что-то от имения свое, как Захей, начинать раздавать тем, у кого ничего нет, тем, кому сегодня трудно согреться. А может, от своей зарплаты уделять тем, кто сегодня на фронте. Те, кто сегодня куют нашу общую победу. И сегодня с радостью мы слышим о том, что наши взяли Авдеевку. Слава Богу нашему! Воздадим хвалу! Нужна мудрость, нужна тактика. И вот при помощи тактики, при помощи мудрости и героизма наших русских солдат. Русских, потому что там все, кто защищает Россию. Вот это уже, может быть, первая, но очень важная победа, дорогие братья и сестры. В Авдеевке огромное количество пересечений железных дорог, стратегических центров. Там есть большое количество градообразующих предприятий. И то, что это первая победа, очень значимая, вопросов ни у кого не возникает. Возникает один вопрос. А как мы помогаем нашим солдатам? А как мы приближаем общую для всех нас победу? Дай Бог здоровья тем ребятам, которые сейчас там. Вечная память те, которые остались там навсегда. И сюда уже прибывают, в цинковых гробах. Здесь их хоронят. И дай, Господи, здоровья тем, кто здесь все понимает и молится о Святой Руси. О том, чтобы мы веру свою сохранили. И в вере возрастили своих детей. Поэтому давайте подумаем, какую часть из своего имения мы уделим на нужды наших воинов. На нужды бедных. На нужды храмов Божьих. На нужды просвещения. Чтобы дети больше знали о вере. Чтобы меньше пребывали в гаджетах, а больше обращались к Евангелию. Чтобы узнавали о свете, в которой есть Христос. Вот об этом заставляет сегодня задуматься нас Закхей. И та удивительная встреча, которая состоялась у него со Христом. Давайте любить Россию и беречь Россию. Прежде всего, начиная с веры христианской, которую Святая Русь приняла. И в вере детей воспитывала и хранила ее. Будем помнить, что встреча со Христом это всегда перемена. И перемена всегда к лучшему. Вот дай Бог и каждому из нас, кто однажды со Христом повстречался, измениться к лучшему, дабы преобразилась душа, встретившегося с Богом человека. И мало того, через преображение, но получила спасение в горних небесах, где уже нет болезней, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Аминь. Мир вам всем, дорогие братья и сестры. Божье благословение. И да хранит всех вас Христос.